Итак, всем привет! С вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком, мы на Игромире 2015, и мы на стенде компании Seagate. С нами... Альберт Татуов, руководитель направления брендовых продуктов компании Seagate в России и странах СНГ. Что интересного вы привезли для гостей выставки? Безусловно, гейминг-индустрия и вообще гейминг-комьюнити. Это очень интересная аудитория для компании, которая производит устройства по хранению данных. И мы очень рады сейчас на этот рынок. Действительно, пользователи гейминг-комьюнити, они предъявляют специфические требования к продуктам, и, безусловно, Seagate это та компания, которая способна удовлетворить эти требования. Наша новинка – это геймдрайв для Xbox. Это, как вы видите, диск, выполненный полностью в палитре Xbox, который позволяет увеличить объем хранилища на приставке до 2 терабайт. И это, при этом, внешнее отравление, которое вы можете забрать с собой к друзьям, к знакомым, для того, чтобы поделиться своими играми и так далее. То есть до 50 игр можно сохранять этот диск. Абсолютно автоматически распознается, инсталируется и очень легок в использовании. И плюс ко всему он расширяет возможности приставки в разы с точки зрения хранения данных. А по скорости доступа данных уже к проблем никаких нет? Интерфейс USB 3.0, максимально возможная скорость на сегодняшний день, то, что предоставляет, вот те возможности, которые предоставляет приставка с точки зрения подключения интерфейса. USB 3.0 – это максимум, что мы можем предложить. А то есть разница и проблемы, например, от внутреннего диска и внешнего могут быть или нет? Да, это будет, естественно, во внутреннем диске интерфейс SATA, здесь интерфейс USB 3.0 в зависимости от контроллера. А сам процесс сложный для подключения? Можно ли человек, который впервые знакомится с диском, подключить? Нет, абсолютно простой процесс. Просто подключается диск к приставке, приставка его автоматически распознает, появляется вкладка Game Drive, которая становится доступной для сохранения игр и любого другого контента. А модификации с другим объемом данных будут выходить на рынок или нет? Нет, мы посчитали, что это среди мобильных компаний на сегодняшний день один из максимальных объемов и максимально доступный с точки зрения цены. Поэтому 2 терабайта – это оптимальный выбор на сегодняшний день, так как 500 гигабайтов – это то, что есть уже в приставке. 4 терабайта – это много и дорого, а 2 терабайта – это оптимальный вариант. Я думаю, зрители будут интересовать вопрос, когда он появится на рынке и сколько он будет стоить? На сегодняшний день в качестве эксклюзивного партнера для старта продаж мы выбрали компанию NVIDIA. Диски появились там неделю назад. Ориентировочная стоимость – 7,5 тысяч рублей. Они еще не появились на полке, они появляются вот сейчас. Ожидается ли какие-то совместные акции с Xbox, например, ну комплект, который будет дешевле, например? Мы ведем переговоры по этому поводу. Не к сожалению, а к счастью, наверное, это трехсторонние переговоры с компанией Microsoft. И с нашими партнерами, которые продают на сегодняшний день уже наши диски. Также хотелось бы знать, какие у вас есть решения для мобильного гейминга и для хранения, например, фотографий со смартфонов, которые все чаще лишаются поддержки карт памяти? У нас есть… Это, безусловно, еще один из локомотивов рынка. У нас есть диски с Wi-Fi. Это модели Wireless и Wireless Plus. От 500 гигабайт до 500 гигабайт. Капить содержимое вашего смартфона, хранить фотографии, иметь доступ к Wi-Fi устройству с любого смартфона и любой мобильной платформы, неважно, AOS или Android. Всем спасибо. Напомню, мы были на тесте компании SeaGate. Заходите сюда. Здесь много-много интересного. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok